всем привет как хорошо меня слышно поставьте пожалуйста десяточки от одного до десяти слышно видно меня так видно и слышно замечательно хорошо итак сегодня очень важная тема для нашего бизнеса это рекрутинг и мы сегодня с вами поговорим где искать людей что говорить что нужно делать чтобы не бояться и как увеличить объем нашего потока напишите пожалуйста у кого сегодня была одна регистрация у кого сегодня было 2 регистрации у кого 3 напишите 1 единичка 2 двоечка 3 троечка может быть вас было 5 регистрации может 7 пропишите пожалуйста у меня думаю два человека написала ольга спасибо большое у меня сегодня тоже была одна регистрация привет привет все присоединяемся еще процессе звоните своим ключевым партнером для того чтобы сегодня пройти очень важную тему и сегодня в живую будем с вами разговаривать спасибо оксана тоже была одна регистрация дело в том что многие люди на самом деле не думают что в нашем бизнесе основная наша задача это поток потоки или на автоматизации поток или от нашей системной работы через звонки через социальные сети но хотят зарплату поэтому еще раз еще раз проговорим что дает нам рекрутинг итак поехали прежде всего нужно ответить зачем тебе этот бизнес и вот посмотрите в левой части по нашему денежному квадранту в левой части находится рабочий класс так здесь находится 90 процентов людей и 10 процентов денег всего лишь 10 процентов денег я так понимаю что с левой части хочется большинству из нас перебраться в правую часть там где находится 10 процентов людей и 90 процентов всех денег мира а желательно еще перебраться и в нижнюю часть вправо и да там где находятся инвесторы это когда уже деньги работают на тебя когда идут очень большие доходы когда ты особо не заморачиваешься тебе поехать сегодня в таиланд или поехать тебе в круиз правильно вот то есть здесь уже налаженный бизнес здесь бизнес который работает просто интенсивно благодаря тому что вы сделали лет пять-десять назад хорошо что нужно сейчас делать определяемся если мы уже в этом бизнесе находимся тогда мы принимаем на себя обязательства и ответственность вести его правильно увеличивать потоки потоки наших людей которые приходят к нам и нам надо change наши людей я не объясню как юридика класс технику может неผuerя деньги именно клиент которые инвестиции у Part1 3 категория это те люди которые хотят быть хотят быть менеджерами в нашем бизнесе и руководить своими потоками руководить потоком людей и при этом зарабатывать деньги с общего товарооборота в своем бизнесе. Поэтому это ваш бизнес. Это ваш бизнес. И 150 баллов бонусов это так называемая маленькая часть, которую нужно обязательно сделать для того, чтобы получать огромнейшие доходы. Это норма. Это основа бизнеса. Если есть вопросы, как этот бизнес строить, если уже понятно зачем, то есть наставник, который сопровождает вас, и он готов вам помогать. Поэтому примите прежде всего ответственность на себя. При этом есть еще командная работа. Это система, когда мы вместе с вами развиваем общую составную часть бизнеса. Это количество человек, это ветку так называемую, для того, чтобы быстрее проскочить директорский уровень и выйти на золотой уровень. То есть я так понимаю, что вы уже знаете, что такое бинарная система, когда подключение ведется один под одного. За вас бизнес не строят. Это бизнес идет по системе, я бы так и назвала, наверное, по системе один под одного, для того, чтобы помочь каждому понять суть и для того, чтобы быстрее каждый вышел на более высокий доход. И на сегодня наша система по меркам многих, абсолютно многих людей в нашей стране это единственная система, когда мы можем прийти в бизнес с нуля, и именно эта система может дать высокие доходы. Здесь не требуется вложений. Наши сами вложения – это время. Просто время. Посмотрите, пожалуйста, на занятость рынка. На сегодня сетевым маркетингом, именно вот эта ниша, 3% из 100 занято именно 3%, именно MLM. Что касается самой сути бизнеса, что такое MLM, это концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов, каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права. И при этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений, зависящих от объема продаж, совершенных привлеченными агентами. То есть вот здесь ключевое слово – обязательно привлеченными. То есть вы уже понимаете, что товарооборот можно создать не за счет собственных ног или не за счет того, как многие представляют, что Арифлейм – это же бегать с каталогами. Это за счет того, что мы просто руководим потоками и увеличиваем их объем. Подключая в интернет-магазины Арифлейм людей, мы зарабатываем деньги, процент от общего товарооборота. В США 20% долларовых миллионеров сделали свое состояние за счет сетевого маркетинга. И многие на сегодня, порой, многие – это я, я бы так сказала, я изучаю порой некоторых американцев, которые на сегодня являются известными политическими лидерами. И они уверены в том, что если не политика, если не какой-то классический бизнес, то обязательно они выберут какую-то сетевую компанию, та, которая им более будет импонировать, да, и они включатся в активную работу. То есть здесь действительно есть очень большое будущее именно в MLM. Что нужно делать? Прежде всего нужно разработать свою схему работы, то есть так называемую систему. Посмотрите, первое – регистрируем для поиска партнеров, а не для роста баллов. То есть ставку изначально делаем на предложение бизнеса. Если мы человеку предлагаем дискод, мы с вами получим человека, который просто будет покупать дешевле, и на этом все, он остановится. Но если вы человеку покажете огромное количество привилегий плюс деньги, человек будет оценивать свои возможности и будет стараться находить время для того, чтобы пользоваться этими возможностями. Поэтому рассказывайте обязательно все. И по статистике, как растут наши веточки, посмотрите, чтобы выйти на определенный уровень, нужно примерно столько же человек, да, хочешь 9%, 900 баллов, нужно 9 квалифицированных рекордов сделать. Примерно с этого количества будет 3 партнера. Хочешь уровень 22%, нужно подключить 22 человека, но это, заметьте, поочередно. С уровня 9 надо 9 подключить, потом, чтобы выйти на 12, нужно 12 человек подключить, чтобы выйти на 15, нужно 15 подключить и так далее до уровня 22%. То есть примерно где-то будет к этому уровню, к уровню 7500 баллов, 25-30 партнеров, которые готовы будут развивать свой бизнес вместе с вами. И второй момент – это поиск партнеров, обучение партнеров, это развитие лидерства в своей команде. То есть только так начинают развиваться веточки в геометрической прогрессии. Ставьте изначально цель не директор, а именно золотой директор. То есть мы сейчас с вами понимаем, должны понять, для чего нам рекрутинг, для того, чтобы мы искали партнеров и для того, чтобы наш бизнес развивался. Цель – развитие двух веточек. Самый главный критерий – это правильная система. Вы знаете, очень много замечаю, когда новичок включается в работу и старается подключать, подключать, подключать людей, да, а я у него спрашиваю, а ты этому звонила, первому, кого подключила? Нет. То есть, а второму ты звонила? Нет. Я же ему все объяснила. Дело в том, что когда мы с вами подключили человека, дальше мы должны сопровождать, обучая этого своего новичка. Поэтому сориентируйтесь, пожалуйста. Когда мы с вами зовем людей, мы должны в процессе их сопровождать, обучая новичков. И при этом придется меньше подключать. Не придется, а при этом вы меньше будете искать людей для того, чтобы развивать бизнес вместе. Посмотрите, 50 человек лучше подключить по 150 баллов или не обучать новичков. Подключить придется 750 человек по 10 баллов. И там, и там 7500. То есть, разницу вы чувствуете. Поэтому изначально вспомните, если вы в январе, да, в период праздников, если вы в феврале, вот сейчас, в начале нашего месяца, вы подключили новичков, но еще новичок не сделал заказ, вы можете потерять свой уровень золотого директора или своего бриллиантового директора в лице этого новичка. Поэтому вернитесь назад, обучите, запустите их, как своих будущих бриллиантов, для того, чтобы ваш бизнес был более системным и более коммуникабельным. Обучайте своих новичков. Вот таким образом бизнес будет развиваться более плавно, он будет прогнозируемым. И не придется много-много-много постоянно заниматься поиском людей и рекрутингом. То есть, старайтесь запускать в бизнес своих новичков вовремя и сопровождайте. При идеальной схеме работы можно выработать вот такую систему, система рекрутирования. Вот посмотрите, если в первом каталоге изначально задаться целью и подключить, ну, примерно 5 человек, самых активных, которые похожи на вас, которые хотят развиваться в бизнесе, которые стараются, стремятся, да, и с ними договориться, приглашать в бизнес хотя бы 3 человека в неделю, так, 3 человечка в неделю, которые делают по 50 баллов. Вот возьмите на калькулятор, прикиньте, если 3 человека в неделю делают по 50 баллов, и это прирост одного из ваших партнеров, это 150 баллов в неделю. За 3 недели получается 450 баллов. И если ваших 5 партнеров услышали вас и взяли на себя ответственность работать в команде, и 5 умножаем на 450, получается за один каталожный период вы можете выйти на уровень 12%. Да, это при идеальной схеме работы, но для этого и есть идеалы, чтобы к ним стремиться. И прежде всего, посмотрите, видите, ЛТО 150 баллов. То есть вы уже поняли систему работы, да? Поняли, как двигаться дальше. Чуть попозже будем изучать, где искать людей и кто это будут наши люди. Если повторять те же самые действия с 5 партнерами, договорившись с ними изначально, то за 4 каталога можно выйти на 9000 баллов бонусов. Фотографируйте эту картинку и включайтесь в работу по полной. Тем более, сейчас есть уникальнейшая акция для наших менеджеров Турборост. Где наши партнеры? Самое простое на сегодня, конечно же, это те близкие люди, которые вокруг нас. Поэтому список знакомых никто не отменял, его очень важно составить. Эти люди вам доверяют, эти люди за вами пойдут, куда только вы не позовете. Далее, когда список знакомых заканчивается, и кто-то или не включился в бизнес, или не пошел за вами, мало ли, да, не вовремя вы позвонили, или человек занят, но они могут вам дать рекомендации. 5, 7, 10 человек. То есть это тот момент, когда мы разрабатываем с вами, мы работаем с вами именно с теплым рынком. Или рекомендации это полутеплые. Третий момент. Наши партнеры могут найтись через развитие личного бренда. Это развитие своей собственной странички или в Фейсбуке, или в Инстаграме, ВКонтакте, в Однокласснике. То есть там, где вы себя чувствуете, как рыба в воде. Выберите одну социальную сеть, где вы будете развивать свою страничку. Выставляя фотографии о своей жизни, о бизнесе, о семье, о своих занятиях, хобби, интересах. И что мне еще нравится, вы можете пойти в ту нишу, где люди ищут работу, и люди ищут вас. То есть вы работодатель, вы можете предложить работу, и, конечно же, там могут найтись те партнеры, которые вас услышат. То есть так называемый поток вам нужно будет в этих нишах перебрать. И чем быстрее колоду карт вы переберете, тем быстрее вы найдете себе тузов в свою команду. Но при этом важно, прежде всего, понимать суть бизнеса, это однозначно. Если вы бизнес-страничку оформляете, развиваете личный бренд, то прежде всего это быть бизнес-леди или бизнес-меном. То есть внешне это вы должны соответствовать. Не репостить чужие посты, не заниматься продажами. Потому что когда изначально человек видит марку продукции, название фирмы, допустим, любая другая компания, или наша с вами, то чаще всего человек уходит в сторону от вашего предложения, потому что он представляет, что нужно именно вот это делать, то, что вы ему показываете. Продукцию продавать и сидеть ждать, или заниматься беготней и раздавать всем вот эти коробочки и пакетики. Вы ему донесете другое предложение, то есть работа с людьми, обучение партнеров, сопровождение менеджеров. Он этого не знает. Лучше заранее не продавать продукт на вашей страничке. Лучше отдельную страничку для продаж создать. Не спамить и не нет негативу. Список знакомых. Кого сюда включим? Ну, рассмотрим прежде всего тех людей, которые вокруг нас. Это наши родственники, это наши друзья, это наши одноклассники, однокурсники, это наши соседи, это коллеги по работе со всех наших направлений, где мы только не работали. Для этого мы должны записать их всех на лист бумаги. Кто-то ведет в гугл диске. Я пробовала и так вести, и на лист бумаги писать. Я просто понимаю одну политику, что если мы знакомого записали, мы о нем не забудем. Поэтому в любое место его прописывайте. Всех знакомых пропишите так, для того, чтобы просто не забыть. Даже если вы телефона человека не знаете, пропишите. Этот телефон вам придет извне, или от общих знакомых, или вы просто будете вращать эту информацию вокруг этой темы, думать, думать постоянно об этом человеке. Он может вам сам позвонить. То есть так называемая психология уже, привлечения. И далее начинаем с вами работать. Посмотрите. Заводим отдельную тетрадочку или гугл диск, обзваниваем по шаблону. Для начинающих у нас есть специальные скрипты, шаблоны. Спонсор обязательно вам выдаст. И чтобы не страшно было звонить, и чтобы вы не боялись что-то говорить о бизнесе, есть специальный текст, когда вы просто говорите в трубку то, что там прописано. До точек и до запятых. И по статистике, если вы 10 делаете звонков, всегда есть 5 регистраций. Именно половина из обзвоненных соглашаются попробовать о вашем бизнесе. Далее мы запускаем новичка. И создаем из тех, кого вы подключили, крепкую команду. Это, конечно же, прежде всего, неформальные и формальные встречи. Бизнес-встречи и неформальные. Чем быстрее будете обзванивать сами, не спонсор, а именно сами, тем быстрее начнет расти ваша команда. Поэтому берите сразу быка за рога, включайтесь в полный актив, и не ждите, когда кто-то вам начнет помогать. Вы, если поняли, для чего этот бизнес, и вам нужны деньги, если вы хотите путешествовать бесплатно, если хотите получить от жизни больше, чем вы имеете, действуйте. Просто начните действовать. Самого малого. Начните звонить самостоятельно. И вот примерный шаблон. Привет, есть срочное дело. Удобно говорить? Я работаю в интернет-магазине хозяйственных товаров, и мы расширяемся. Запустили новый проект. Открываем сеть интернет-магазинов. Нам требуется несколько человек для рекламной информационной работы в соцсетях и на досках объявлений. График работы с частичной занятостью 2-3 часа с доходом 200 уе, с полной доход 700 уе. Тебе нужна основная работа или подработка. То есть вы даже рассматриваете предложение с точки зрения интернет-магазина. Посмотрите. То есть не предлагая в лоб, давай я тебя подключу в Эрифлейм, давай будем строить бизнес. А очень плавно и нежно предлагаете человеку, что есть некая подработка. И уже в этом плане, если дальше по шаблону вы дальше говорите, да, вот, вы потихонечку рассказываете, что это за подработка. Если человек не согласен, я сразу предлагаю гостевую регистрацию. То есть давай ты попробуешь понаблюдать за схемой изнутри, а пока просто будешь для себя покупать выгодные товары. То есть у тебя будет всегда скидка 20%, даже с первого заказа. Вот, то есть человек чаще всего сомневающийся, он очень долго может сомневаться, мы можем очень долго звонить. Но лучше всего, конечно же, предложить гостевую регистрацию. Что делаем дальше с рекомендациями? Если рекомендации вам дают ваши близкие люди, да, лучше всего, конечно, попросить их, чтобы они вам помогли, я бы так сказала, да, чтобы они сбросили сообщение, ну, в плане подработки. Допустим, привет, есть интересная подработка, тебе позвонит человек, послушай до конца. Ну, я в плане рекомендаций только так работаю. Вот, никаких текстов я не придумываю, хотя тексты есть, скринов у нас очень много. Работает все простое, работает лучше, чем что-то замороченное. Вот, поэтому если рекомендации дают ваши близкие, попросите, пусть они сбросят вот такого плана сообщения. И еще такой момент, если есть у вас консультанты, которые не работают, так, или которые зарегистрированы для себя, сориентируйте их, чтобы они порекомендовали вам, своих знакомых вам, для того, чтобы быстрее вырасти, дойти до уровня директора. Даже если они не верят. То есть, вот таким образом мы создаем общий, в общем интересе, да, когда человек заинтересованно, вроде бы он не делает, да, вот, он дает вам знакомых своих. Когда вы заинтересованы и со всех сторон собираете телефоны, то есть, все равно интерес есть у всех. Поэтому старайтесь собирать рекомендации даже у тех, кто не в бизнесе, но в вашей команде. Вот, посмотрите, первый звонок того, кто рекомендует. «Привет, есть интересное предложение по работе или подработке? Хотела бы иметь в месяц дополнительно от 300 долларов?» Так? Вот, то есть, это на самом деле тот шаблон, который в основном мы используем в работе. Или есть предложение по поводу отправки сообщений в Viber или отправки сообщений в любую соцсеть, да, где человек находится. Вот, и даже если нет телефона этого человека, то потом просто попросить у него телефон. Напиши телефон свой и когда тебе лучше всего позвонить. Вот, вот так все просто. На Google Диске как мы создаем? Для этого нужно в своей почте, именно в своей электронной почте, нажать на кнопочку диска, выглядит в виде треугольничка, так? И там есть кнопочка «Создать таблицу». Все, то есть, вам ничего больше не нужно. И у вас этот Google Диск, ваша кнопочка по созданию вот этой странички, да, по созданию вашего списка знакомых, будет открываться с любой точки мира. То есть, если вы даже свою тетрадку со списком знакомых можете где-то забыть, то Google Диск всегда будет с вами. Или с мобильного телефона, или с ноутбука, или даже с чужого ноутбука с любой точки мира. Вот, напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, все ли вам понятно со списком знакомых, с рекомендациями, с Google Диском. Все понятно, замечательно. В процессе можно задавать вопросы, сегодня мы с вами обсуждаем все, что наболело, и придем к общему решению. Собеседование для незнакомых по рекомендации. В принципе, это собеседование я бы не хотела зачитывать, но есть основная задача. Мне пишут понятно и очень практично, содержательно. Спасибо огромное. Я думаю, что все на самом деле очень просто, поэтому главное просто приступить к действиям. По поводу собеседования, значит, самое главное, опять же, перед глазами держать шаблоны. Честно говоря, я бы даже вам показала, когда день заканчивается и очень устал. Так, где мои шаблоны? Я порой даже открываю сама шаблон. Я вас не обманываю. Смотрите, вот уже затертый такой шаблончик. Видите, собеседование, да? И просто перед глазами мои основные пункты, которые я должна произнести. Потому что бывает порой на 10, на 12 или на 15 звонке, когда уже просто поставила задачу добить 5 регистраций за день, да? Чтобы 5 человек подключить. Вот порой даже где-то начинаешь сбиваться. Вот, поэтому я рекомендую держать у себя перед глазами собеседование. Ну, те, которые уже регистрируют и по 5, и по 8, и по 10, можно перед глазами, конечно, не держать. Но рекомендую все-таки, чтобы отскакивало от зубов, все-таки первое время пусть это собеседование будет лежать просто для вашего успокоения перед глазами, что вы не собьетесь. Вот, посмотрите, вы говорите и про два направления сотрудничества, что можно получить скидку 20% в интернет-магазине, а можно научиться создавать поток клиентов, потребителей и за это получать деньги. Так, вы говорите еще раз про какую поддержку человек получает, так? И самый главный момент в конце. Наша задача вам помочь выйти на нужный доход. То есть, вот то, что хочет слышать человек. Он боится нового дела, он не знает, что ему делать. Но здесь есть важные слова, которые он хочет слышать. Так вот, по пьесно-психологии говорите то, что хочет слышать человек. Наша задача помочь выйти вам на нужный доход. Вот, поэтому с первого дня, буквально уже сегодня, мы начинаем подключать под ваше имя тех людей, кого находим сами. И далее, хотели бы попробовать в этом направлении? Готовы начать с завтрашнего дня? Вот, здесь очень важно все-таки определиться с человеком, когда он готов начать. Чтобы вы для себя не строили иллюзии, а человек все-таки понимал, что вы готовы начинать с ним работать, и он может получить нечто большее буквально уже с первого месяца работы, с ближайшего месяца работы. Вот, хорошо, что делаем дальше? Есть ли отказ от сотрудничества? Кто помнит, что нужно предложить? Напишите, пожалуйста. Если человек отказывается от сотрудничества? Я вижу, вы пишете. Дисконтную карту. Если человек отказывается от сотрудничества, 100% предложение, дисконт, дисконт, дисконт побежал, я предлагаю гостевую регистрацию. У человека есть возможность посмотреть на бизнес изнутри, гостевая регистрация, которая ни к чему не обязывает, и если человек за 4 каталожных периода, это получается 3 месяца. Если он не решит что-то даже для себя заказать, у него просто пропадет его личный номер, и все люди, которых мы подпишем под него, они все поднимутся к вышестоящему человеку. При этом у человека есть возможность иметь дисконт, он имеет возможность получать подарки за заказы и наблюдать за системой работы. То есть дисконт, ребят, наверное, все-таки мало сказать. Я рекомендую говорить о том, что есть возможность понаблюдать гостевая регистрация, и при этом обязательно, что он ничего не теряет. Это будет правильно. Протестируйте у себя, это будет работать. Посмотрите. Итак, что касается определения, где мы с вами будем работать. Так, предыдущий слайд собеседования. Что мы делаем? Прежде всего мы должны определиться, где находится наша целевая аудитория. Так, где находится. Если это социальные сети, то мы определяем ту социальную сеть, где наибольшее количество пользователей. Ну, известно, что Facebook – это больше бизнес-сеть, одноклассники больше для общения, ну, плюс, конечно же, здесь, ну, не совсем сами одноклассники настроены на бизнес. Плюс руководство одноклассников тоже не настроено на бизнес, я вам честно скажу, и они блокируют очень часто за излишние какие-то рассылки, сообщения даже своим друзьям, да, кто дружится с вами. Так, прежде всего мы изучаем ограничения и начинаем действовать. Поэтому мой вам совет на сегодня – определитесь, где вам комфортнее всего. Не где больше всего людей, а где комфортнее. Ну, и, конечно же, и где больше. Я посмотрела, что на сегодня Инстаграм – это та сеть, которой, конечно же, надо научиться. Посмотреть несколько видео. У меня это было 5, 7, 8, если не больше видео, которые я изучала на скорости. То есть ставишь на скорость видео на Ютубе, это нажимаешь с правой стороны внизу на гаечку и выбираешь скорость. Или 1,5, или 1,75, или 2,0. И таким образом видео можно просмотреть в два раза быстрее, чем обычно. То есть экономьте свое собственное время. Время, как говорится, это деньги. Поэтому просмотрите 3, 5, 7 видео по Инстаграму или 3, 5, 7 видео, как работать в Фейсбуке. Вам не спонсор должен давать видео. Все есть в Ютубе. То есть не ждите, когда вам кто-то что-то будет давать. Постарайтесь сориентироваться сами. Просто нажмите Ютуб и изучайте свою социальную сеть, где вы готовы работать. Изучите ограничения. И вот посмотрите, на сегодня социальные сети в России, это максимальное количество человек видно, да? Фейсбук. Потом это идет Инстаграм. А потом все остальные. Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Поэтому выбирайте ту, куда пошло максимальное количество людей. Значит, там удобно, значит, там комфортно, значит, там минимальное ограничение. И просто определитесь со своими действиями, как часто вы будете работать именно в этой социальной сети. Кого приглашать? Ну, давайте думать. Вот смотрите, если мы знакомых своих прозваниваем, так, а в социальную сеть мы пошли, и людей очень много, кого звать? Прежде всего, мы должны с вами нарисовать картинку, кто это люди. То есть, сколько лет человеку, да? Чем он занимается, хотя бы примерно, да? Что он хочет? И мы можем выставлять фильтр. Фильтр тех людей, которые нам нужны. Или нам нужны бизнесмены. И, как говорится, идем туда, глаза боятся, руки делают. То есть, не бойтесь тех людей, которые сильнее по духу, сильнее вас. Это успешные люди, у которых и можно поучиться прежде всего, и которые могут вам не отказать в этом бизнесе. Они могут стать хорошими потребителями. Они могут стать потребителями или косметической продукции, или велнеса. И кто очень сомневается в том, что они будут работать в бизнесе, особенно те, у кого классический бизнес, да? Я так чувствую, что вы в любом случае ошибетесь, потому что нужно идти к любому человеку с этим предложением. Ваши предложения о бизнесе. И, как минимум, с 10 регистраций будет 1 партнер. Если с 500 знакомых просчитать, да? То получается 5 партнеров. Если 10 рекомендаций, это будут 2-3 регистрации. Если 100 рекомендаций, 5-6. Ну и, следовательно, 1000 рекомендаций, это 5 партнеров. По схеме мы работаем точно так же в соцсетях, как и с собеседованием со звонками. Посмотрите, сначала мы обращаемся к человеку с предложением. Человек сказал «да» или «да». По нашей схеме вы уже поняли «да» или «да». Мы его запускаем в бизнес. Активируем его личный кабинет с заказом. Если, кстати, нету активации, если нету заказа, нету каталога, человек просто может уйти. Уйти из вашей команды, уйти из бизнеса. И так и не разобраться. Но если человек пришел сюда, и он сделал заказ, по-любому в каталоге есть то, что он хотел для себя приобретать в любом другом магазине. Но вы помогли ему с выбором, благодаря тому, что сориентировали его на каталог. Каталог пришел, он с каталога полистал, выбрал и сделал заказ. И пошли баллы. Человек влюбился в продукцию, дальше пошел бизнес. То есть обязательно активируйте личные кабинеты заказа. Примерная статистика, если 10 новичков не активировано заказами, вы потеряли 700 баллов. Вот, помните об этой статистике. И после того, как человек активировал свой заказ, точнее свой кабинет заказом, обязательно приступайте к его обучению. Потому что с обычного человека может вырасти лидер. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. По статистике, по соцсетям, мы поговорим немножко позже, там дальше у нас будут объявления и соцсети. Личная б***ь, недорогая реклама. Это если кто-то надумает вкладывать деньги в рекламу. И в Инстаграме почему-то на сегодня сидит очень большое количество человек, потому что люди любят визуализацию, люди любят читать ощущения. Как-то здесь все это на более высоком уровне, чем в других соцсетях. Вот посмотрите, здесь у меня и Одноклассники, и ВКонтакте, и Инстаграм, и Фейсбук ниже, с правой стороны. То есть я везде, во всех соцсетях, по несколько страничек у меня, но работаю именно по одной. Одна в Инстаграме, одна в ВКонтакте, одна в Одноклассниках и одна в Фейсбуке. Везде меня можно найти по логину xmnatali. Это также еще одна фишка, которая вам нужна. Так, Оксана пишет, зависла. Оксана, перезагрузитесь. Значит, какая фишка еще раз. Чтобы вас легко было найти, вы пропишите свой логин во всех соцсетях. Там есть такая кнопочка «Изменить логин» в настройках. Пропишите то, что очень легко ощущается на слух, и то, что очень легко можно прописать в соцсети, найти. Поставьте, пожалуйста, плюсики, меня хорошо слышно? Так, вижу меня хорошо слышно и видно. Спасибо. Вот, это пример, как мы делимся в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Одноклассниках. Так, ну что, все понятно, да? Еще раз повторяю, в процессе задаем вопросы. Задавайте, не стесняйтесь. Плохой вопрос, незаданный вопрос. Какие же есть правила работы? Прежде всего, мы оформляем профиль. И обращаю ваше внимание, если это Инстаграм, то прежде всего надо, чтобы были смайлики. И вот у меня здесь написано «Наталья Золотарева» в Инстаграме, в профиле. Ну, на сегодня новое правило, может быть, вы его не знаете. Нужно прописать вместо фамилии и имени то, что люди ищут. И это старый слайд. У меня сейчас уже в новом формате мой профиль представлен. Вот, я там прописала, так, телефон у дочки, я там прописала «Помощь мамочкам в декрете». Вот, поэтому, если, а по-моему, «Помогу с доходом» я писала. Но в любом случае, вы меня можете найти, прочитать, что там я прописала. И людям не важна ваша фамилия, понимаете? Поэтому вы должны вверху прописать то, что хотят видеть, слышать люди. Ольга написала еще раз про кросс-постинг «Расскажи». То есть, кросс-постинг – это когда мы с вами, к примеру, в Инстаграме выставляем пост, выставили фотографию, подписали под фотографией, выставили теги, нажимаем кнопочку «Поделиться». Да, вот изначально, когда фотка загрузилась, да, то чуть-чуть пониже мы выделяем те соцсети, в которых мы хотели бы, чтобы наш пост отобразился. Поэтому заранее, когда вы Инстаграм начинаете изучать, нажмите там кнопочки в «Одноклассниках», нажмите кнопочку в «Контакте», сейчас «Контакт» там не загружается, в «Фейсбуке» нажмите кнопочку, в «Твиттере». И в этих соцсетях вы должны открыть свои странички, если у кого-то там нет страничек, и этот пост Инстаграма будет отображаться в этих соцсетях. Понятно, да? Понятно, хорошо. Значит, мы с вами оформляем профиль, профиль в стиле, который отличается от других. По поводу онлайн-работы рекомендую не писать, потому что уже, честно, заезжу на такой профиль, и просто многие пишут, даже вчера тоже изучала тему по Инстаграму, многие говорят, что не хотят просто оставаться с этим профилем в дружбе, то есть удаляют его, потому что просто надоело, надоело видеть, слышать вот эти предложения о бизнесе. Поэтому что-то пропишите такое, чтобы за душу брало. Сделать бизнес-аккаунт обязательно, тоже в Ютубе посмотрите, как сделать бизнес-аккаунт с Инстаграма, на страничке в Инстаграме. Активная ссылка на рекрутирующий ваш сайт или форму, нужно обычную форму, Google-форму, да, вы уже знаете, что есть такое понятие Google-форма, и сделать ее для сбора данных. Призыв присоединиться обязательно, для того, чтобы люди понимали, что с вами можно контактировать. Контакты свои пропишите, не стесняйтесь. Никто вам ночью не позвонит, не думайте. Можно прописать. Я даже телефон периодически свой выставляю. И для работы скачать нужные помощники. Можно скачать и блюстекс на компьютер. Это для того, чтобы вам не сидеть круглосуточно у интернета, у компьютера, и не лайкать, и не добавлять в друзья. Все это будет делать робот. Тоже по автоматизации в конце я вам расскажу. Есть у нас такой робот PromoFlow. То есть это робот, который очень поможет вам в работе. Какие спортирующие работы? Если есть среди ваших фотографий те, где очень мало лайков, то есть мало сердечек вам поставили, удаляйте ее. Не жалейте, потому что у вас должен быть профиль, который должен привлекать к вам людей. То есть, может быть, включайте свои посты, ссылочку на пост, в наши группы для прокачки, чтобы команда просто поставила вам кучу сердечек, чтобы было очень много, если вы уже пост не хотите свое удалять. Но это так называемое продвижение. Об этом всегда помните. Если старые фото, если неудачные фото, неактуальная какая-то информация, допустим, акция какая-то, тоже удаляйте, чтобы они не висели. И что делать? Подписаться на ваших друзей, используйте сторис. И, кстати, по поводу сториса тоже отдельный вопрос на сегодня. Сторис сейчас. Люди смотрят в первую очередь и не читают ваши посты. Поэтому в сторис вы можете выставлять все, что у вас происходит за день. Фото выставили, или, допустим, какой-то пост вы поставили к себе в Инстаграм. Взяли, поделились в сторис своим фото, своим постом. То есть, это тоже так называемая информация, которая вам поможет себя продвигать, как личный бренд. Вот. И там есть еще такая фишечка, можно посмотреть, кто за вами наблюдает. И можно им в личку написать. То есть, это тоже интересно. Вот. И мне очень нравится наблюдать за тем, кто за мной наблюдает. Вот. Потому что я вижу, кто ставит, ну, отвечает на мои опросы. Да, да, нет ставят. Я им пишу в личку. Вот так я нашла несколько человек к нам в проект. Измени себя, да. И люди с нами худеют вместе. Вот. Что еще делать? Качественные фото выкладывать. И очень полезную информацию, которую хотят видеть и слышать люди. Вот. Именно полезности. Важно отвечать на все комментарии к вашим фотам. Это ретика. Какие предложения о бизнесе могут быть? Примерное предложение. Посмотрите, пожалуйста. Сфотографируйте их. То есть, эти предложения на самом деле рабочие. Вы все здесь прописываете, как у нас и есть. Вот. Абсолютная правда. Самое главное – создать интригу. Если человек пишет на отказ, что он не готов, используйте дожималки. То есть, предлагайте созвониться. Обязательно созвониться, сконтактировать для того, чтобы с ним поговорить вживую. Вот. Значит, делаем закрытое предложение о бизнесе. Используем дожималки. Если да, берем данные. Если нет, оставляем о себе хорошие воспоминания. Потому что человек потом может позвонить вам, если у него что-то изменилось в жизни. Вот. Или вы к нему можете обратиться сами. Если он который раз у вас мелькает перед глазами, да, или вам отвечает на ваши опросы. Вот. Но прежде всего делать, делать, делать. Самое главное – делать, еще раз делать. Какие правила работы есть? Правила трех постов. Первый пост – интересы, хобби, развитие. Второй пост – я и мой бизнес. Третий пост – только я. Вот. Но если вы выставляете один пост в неделю, это очень мало. Даже я порой себя ругаю за то, что я выставляю три поста в неделю. Это очень плохо. Но тем не менее, в декретном отпуске, как успеваешь, хоть как успеваешь, да. Поэтому старайтесь, пожалуйста, или сторис заполнять, чтобы вы были всегда на виду. Или старайтесь все-таки преследовать это правило один пост в день. Для того, чтобы вы могли привлечь к себе наибольшее количество интересных людей. Так, ну, вопросы. С этим все понятно, да? Примеры постов о бизнесе. Используем командный хэштег. Обязательно разработайте в своей команде командный хэштег. У меня хэштег «бизнес русскими, глобал английскими». И все в одно слово. Используем фишки других сильных лидеров. То есть интересуемся, что делают успешные люди. И применяем именно в своем бизнесе. Вот. И еще по поводу постов о бизнесе скажу. Вы можете нажать на кнопочку «Лупа». Да, вот внизу вы видите, да? Домик, а потом «Лупа». И попробуйте набрать, допустим, команду «Мечты». И там в основном идут посты о бизнесе. Поэтому поизучайте. И никто вас не будет ругать, если вы увидите хороший пост. И его переделайте под себя. Единственное, что длинных постов не пишите. Опять же, я тоже не идеальная. У меня тоже есть длинные посты. Но я все-таки стараюсь. Я учусь. Мы все учимся. Вот. Можете просто посмотреть хороший пост у кого-то, да? И реально поделать под себя. Сделать его в 4-5 предложений. Но именно саму суть написать для того, чтобы привлечь к себе внимание и предложить бизнес. Набивайте себе цену. Это тоже, кстати, очень важно. Задавайте вопросы. Все, что непонятно, пишите. Какие примеры постов есть о жизни? Вот есть праздник, да? Был Новый год. Пишите о Новом годе, да? Вот есть вот сейчас предпраздничное состояние у нас, да? День Святого Валентина. Сегодня 6 число. И через недельку День Святого Валентина. Пожалуйста, пишите. Пишите, что вот вы готовы обеспечить хорошее будущее своей семье. И даже я знаю, что у меня изменится подарок моему мужу, да? Что у меня подарок уже достойный, красивый, да? То есть, вот. То есть, это показывает, что вы уже что-то новое делаете в жизни, что привело вас к такому новому подарочку и новому стилю жизни. Наталья пишет. Ой, это моя боль, не имею коротко писать. Да, но мы все учимся. Инстаграм буквально недавно работает. Поэтому я думаю, что мы все научимся лаконично и кратко выражать свои мысли. Вот хочется рассказать, правильно? Прописать прям рассказ, да? На несколько страниц. Многие переходят даже и в комментариях дописывать, что не приветствуется. Поэтому я рекомендую все-таки 5-6 предложений, но именно о сути. Это будет привлекать и вас будут тогда читать. Вот. Итак, что это у нас за целевая аудитория? Посмотрите. Пол, возраст, да? Мы сами для себя определяем, кто это люди, где они находятся. То есть, если мы работаем только с Беларусью, значит, мы можем у себя в поисковике, в соцсетях указать кнопочку «Беларусь», да? И каждому позвонить потом, когда они напишут свой телефон. Или, допустим, сейчас работаю сегодня, я с Украиной, да? Поэтому я выставляю поиск «Украина». Вот. Или, допустим, дальше у нас будет тема по доскам объявлений, я оставлю. Резюме города Киева, да? Только вопрос, как я с ними буду связываться? Поэтому определите географическое положение. Нарисуйте картинку, опишите своего человека, с которым вы хотите работать в бизнесе. Примерный семейный статус, да? Замужем, не замужем, детей есть, детей нет. В декрете. Доход пропишите. Стиль жизни, хобби. То есть, примерная картинка тех людей, которые вам близки. Вот для меня сейчас близки ребята именно семейные, да? В частности, это будут мамочки в декрете, у кого есть детки, и мне есть, что им сказать. Мне есть, чем поделиться с ними и в чем помочь. Вот. По хэштегам можно их найти. Допустим, опять же, поисковик, хэштег, жмем поиск и хэштег декретный, да? Или декретный Беларусь, ну что-нибудь такого. Или детки Минск, или детки Гомель, да? Приписывайте им на то, что вы хотите видеть рядом с собой. Кого вы хотите рядом видеть с собой. Вот. По геолокации тоже можно найти. То есть, это все, в этом во всем поможет вам YouTube. То есть, вы сейчас основную информацию услышали, а уже дальше развивайтесь. Именно самообразовывайтесь самостоятельно для того, чтобы выйти на эту тему. Именно на своих людей. Вот. Или даже просто понравилась аватарка. Такое очень часто у меня бывает. Вот. Понравилась, я написала. Как заговорить, пишем в директ или комментарии. О жизни. Или спасибо за лайк. Особенно, когда вы пост интересный выставили. Лайки побежали. И дальше, кто вам лайкнул, там есть кнопочка, кто поставил лайки, да? Вот. Вы в личку пишите спасибо за лайк и можете тут же предложить человеку то, что вы хотите. Вот. Общее, допустим, найти. Здравствуйте, мы с вами в одной группе ВКонтакте, мамочек, вы знаете, еще и в одном городе. Скажите, а вы свой ребеночек в сад уже отдали? То есть, это на самом деле то, что объединяет, и потом очень легко перейти к бизнесу и сделать предложение о бизнесе. Какие есть ограничения? На один номер можно пять аккаунтов и связать их. Подписки через час по 200 штук. В час можно отправлять 10 сообщений в директ. В час не более 200 лайков. То есть, эти ограничения идут у нас по свежим страничкам, то есть, те, которые буквально недавно созданы. Поэтому, опять же, изучите ограничения, они очень часто меняются. Посмотрите для того, чтобы вас не забанили, не вовремя, да? Когда идет на сегодня программа Турбороста. Вот. Изучайте ограничения как можно чаще. И перешли к последней нашей теме. Это объявления и резюме в социальных сетях и на БДО. Какие объявления можно выставлять? Что такое БДО, прежде всего? Да, это бесплатные доски объявлений. Если вы в соцсетях выставляете какое-то объявление у себя на страничке, конечно же, это закрытая информация. А рефлей мы не пишем. Или мы выставляем какой-то пост и какую-нибудь картинку. Я работаю дома. Или просто выставили картиночку, на которой уже есть предложение о бизнесе. Вот. И предложение, что делать дальше. Хотите так же? Ставьте плюс в комментариях. Или требуются сотрудники и описание, что вам за сотрудник требуется. Вот. Это все используется в своей работе. Если примерно 20 объявлений вы даете, к примеру, в соцсетях, да, 20 объявлений даже в группе можно разбрасывать. Всегда будут отклики. Статистика это уже у каждого своя. Если вы даете на бесплатные доски объявлений, то прежде всего нужно обратить внимание, чтобы это было дублицируемо. То есть вот смотрите. Есть объявления платные, есть бесплатные. Ну, конечно же, мы пойдем к бесплатным, потому что наши люди пришли в бизнес и пока еще денег не имеют. Как они будут платить за эти объявления? Поэтому мы открываем kufar.buy, localmart, tutbuy, очень мне нравится доска хлама нет.com. Куда мы можем обратиться хоть каждый день по 30 объявлений, и никто нас не забанит. И это бесплатно. Вот. Выбираем сферу деятельности любую абсолютно. Или маркетинг, или консультирование, или управление, и просто подаем объявление. Самое главное, выход. Одно объявление, 3-4 отклика, вам будут звонить сами. Если даете 10 объявлений, это будет 30 откликов. Примерно такая у меня статистика. Но я сейчас больше не жду от объявлений откликов. И чаще всего я просто открываю доски объявлений в различных направлениях. Или, допустим, это хлама нет, резюме я открыла, или localmart я открыла. И я сама звоню кандидатам. То есть получается из 10 звонков примерно 1-2 регистрации. Это нормально. Это то же самое, как предложить человеку сделать ремонт в его квартире. Кому-то ремонт нужен, кто-то сделал буквально вчера закончил. Кто-то сказал, что денежки будут через 2 месяца, потом обратимся. Или нет, мне вообще не нужно, у меня там есть ремонт уже сделанный. Мы купили квартиру с ремонтом. Поэтому это то же самое. Это не от того, что ваше предложение такое уникальное. И к нему могут кто-то посмотреть, а кто-то не посмотрит. Это от того, что просто это человеческий фактор. Кому-то нужно, кому-то нет. Поэтому такая статистика. Из 10 человек обычно 2 зарегистрируются. Примерно что я делаю в Google. Ищу работу в Гомеле. Я открываю резюме города Гомеля. Или я прописываю резюме города, к примеру, там Минск. Резюме любого областного города прописываю. Там, где людей больше, чтобы больше было резюме. И просто смотрю телефоны. Какая-то доска телефоны дает, открывает. Какая-то доска не показывает телефоны. Но писем я не пишу. Посмотрите статистику. На e-mail я никому не пишу. 100 писем в день – это только одна регистрация. Зачем тратить время? Поэтому прежде всего давайте с вами договариваться, что будем звонить. 10 звонков, 1, 2 регистрации. То есть я так понимаю, что статистика круче на звонках. И вы это уже поняли. Напишите, пожалуйста, поставьте троечки, кто понял, что лучше всего это, конечно, приступить к звонкам по шаблону. Открываем резюме и звоним. Поставьте троечки, кто это понял. Что касается автоматизации. Троечки побежали, плюсики побежали. Что касается автоматизации. Есть такой робот, который можно скачать с Play Market. Называется PromoFlow. И мы с вами можем лайкать всех, кто у нас в друзьях, да, по их постам. Можем их добавлять в друзья по хэштегам. Хэштег мамочки в декрете, да, или хэштег бизнес, или хэштег там еще что-то. Но я рекомендую именно посмотреть, что вообще вам надо, да. Допустим, если вам надо полайкать и нет времени, да, обратить на себя внимание через лайки, тогда мы с вами запрашиваем информацию у робота, да, нажимаем кнопочку действия, да. И таким образом робот вместо вас лайкает целую ночь, допустим, да. Или добавлять в друзья надо к себе на страничку. Человек посмотрел, что вы его добавили. И он что сделал? Открыл вашу страничку, посмотрел, кто вы, почитал ваше предложение последнего поста. И, ну, стал определяться, надо ему предложение этого бизнеса или не надо. То есть это все за вас может делать робот PromoFlow. Поэтому скачайте, он бесплатный. Единственное, что в последнее время какие-то есть настройки, новые настройки. И вот поэтому почитайте, как им пользоваться. Есть видео, опять же, видео на YouTube. Вот такая информация, что может делать робот. Выполнить подписку, выполнить отписку, поставить лайки по ленте, даже выгрозить аудиторию аккаунта в файл или открыть историю задач. Вот, то есть на самом деле все очень просто. С правой стороны вы видите, это робот подписался и поставил лайк. Красненький, видите? Снова подписался и поставил лайк. Вот, а вы уже, допустим, спустя 2-3 часа открываете свой Инстаграм, и у вас уже было не 1700 человек или не 3500, как у многих из нас, да? А уже, допустим, 3600 человек, да? Вот, куда его надо скачать, Галина сказала, спросила. Его скачать надо на телефон. Вы с телефона открываете, Play Market, пишете, можно русскими написать промо-флоу, можно английскими, и робот отображается в виде синей иконочки. Вот, нажимаете и скачиваете. Вот, как правильно работать по соцсетям, как искать надо людей? Контакт, одноклассники, Facebook, посмотрите. Постоянно добавляем друзья. То есть, можно поставить, как за правило, добавлять друзья примерно человек 50-100 в день. Работаем личным сообщением. То есть, в личку пишем, привет, мы с тобой находимся в одной группе по работе, скажи, ты уже работу нашла? И, честно говоря, я порой даже добавлялась специально в группу по работе для того, чтобы иметь доступ к этим кандидатам. Поэтому вот такие фишечки вам рассказываю. Вот, это объединяет вас с будущими вашими потенциальными партнерами. И человек вам уже отвечает. Ой, ты знаешь, вы знаете, еще не нашла работу, а что, у вас есть предложение? Вот, да, конечно, есть, и вы прописываете свое предложение. Работа лайками. Что это такое? Вы, когда человеку лайкаете его посты, да, то ли это в Инстаграме, то ли в других соцсетях, он смотрит, кто поставил лайк. Ну, чаще всего смотрит. Вот, поэтому вы к себе тоже привлекаете внимание. Работа с аудиторией в группах по поиску работы, по интересам. Я уже рассказывала, да, то есть люди там находятся в этой группе, вы можете любому абсолютно прописать предложение, и ему будет интересно. Вот, отмечаем на картинке с информацией. Картинка, допустим, по работе. И тут же в любой соцсети можно нажать на эту картиночку «Отметить человека». Поэтому отмечайте, и ваши друзья, которые у вас в друзьях находятся, они увидят ваши предложения через картиночку. Изучайте ограничения. 10 бизнес-встреч – это 10 новых переписок каждый день. То ли вы 10 звонков сделаете, это все одно и то же. И по системе каждый день включайте, включайте рекрутинг. Каждый день работайте. Правила пяти партнеров, я думаю, что вы для себя тоже уяснили, что если 5 человек пригласить работать в этом бизнесе, именно 5 активных человек, и между собой вы будете договариваться именно о росте, и договоритесь о росте, что да, вы делаете каждый день некоторые действия, в неделю 3 регистрации, которые делает каждый из 5 партнеров, то при идеальной схеме работы вы за короткие сроки, за 4 каталога, выходите на 9 тысяч баллов бонусов. В принципе, что и следовало ожидать при такой ответственной договоренности. Ценный совет на сегодня. По книге «Даде», мне очень нравится, я уже несколько раз перечитывала и переслушивала книгу «Бизнес-трафарет». Есть аудио, послушайте, на 2 часа буквально, да. Есть в виде книги, она очень коротенькая, поэтому на одном дыхании прочтете. Но там суть одна. Посмотрите, что делают те, кто успешен, и делайте то же самое, пока не достигнете нужного результата. Поэтому рекомендую изучать все, что есть, опять же, в Ютубе у известных топовых лидеров. Слушайте, смотрите, и обязательно включайте их фишки к себе в работу. Ну и последний момент. Посмотрите. Все задают вопрос, если боишься, что делать? Ничего. Просто быть танком. Делать и быть танком. Неправильно, но ничего страшного, вы отшлифуете. Просто будьте танком. Шаблоны есть, спонсор есть, наставник, который вас сопровождает, обучение есть. Все у вас есть. Просто включите танка. Ничего не бойтесь. Вас не укусят, не съедят. Вы просто отшлифуете сейчас все свои действия и станете опытным, опытным, профессиональным менеджером, а далее директором и топовым лидером. Будьте танками. Цель ежедневно 10-400 контактов. Обзвон. 10 это минимально. Если можете больше, делайте больше. Переписка. Не меньше, чем 20 переписок каждый день. Если вы ложитесь спать, если вы не отправили 3, 5, 7, 10 сообщений, отправьте. Вот сейчас 9 часов вечера. Отправьте 5, 7, 10 сообщений. Но это делайте каждый день. Найдите среди тех, кто рядышком с вами, 5 партнеров. Или среди знакомых, или в своей команде. Посмотрите, кто у вас активный, самый активный в команде. 5 партнеров найдите. Но это будут люди, которые могут быть вашими золотыми, бриллиантовыми директорами. Предложите войти в актив вашей команды. Запустите правильно. Расскажите все акции. Покажите, что человек получит. Ежедневно с ним созванивайтесь в течение первого каталога активной работы. Делайте ежедневно. Договоритесь на ежедневную работу по 10 бизнес-встречам. Или 10 бизнес-звонков, или 10-20 рассылок. Или вы в соцсетях кому-то пишете, или вы в группе кому-то отправили, в группе по работе отправили сообщение. Но это делайте не меньше 10 раз. То есть 10 звонков, 10 сообщений. Работайте по системе каждый день. И если вы делаете чуть больше, чем вы запланировали, посмотрите. Единица в степени 365, единица, запятая 0,1 в степени 365. Результат выходит 37,8. Но если вы запланировали 10 и не доделываете, примерно 9 сделали, то 0,99 в 365 степени, посмотрите, это вы не сделали ничего. Это 0,03. Поэтому запланировали 10, сделайте 11. Запланировали, допустим, там, одного человека запустить сегодня, да, рассказать ему о бизнесе, и что ему нужно делать для того, чтобы войти в актив, и чтобы у него получилось. Запустите 2 человека сегодня. Таким образом вы сможете свой бизнес поднять до тех высот, на которые вы даже и не планировали. То есть это и есть сила нашего бизнеса. И вот вам реальный пример. Есть такой самолет. У него на приборке одна кнопка. Одна кнопка. Его вес просто не позволяет летать. Но этому самолету ему все равно. Он взлетает, он делает шикарные виражи в небе. И ему просто пофиг на всю физику в нашем мире. Этот самолет летает. Поэтому я вам желаю, чтобы ваш бизнес взлетел до высот, и даже небо не предел было для вашего бизнеса. Потому что вы в этом мире можете больше, чем вы ожидаете. Наш мозг способен превысить все наши ожидания. Я вам желаю удачи. Растите, развивайтесь. И пусть ваш бизнес вас поставит на ногу статус вашей жизни. Стиль жизни, семья и успешный бизнес. Всем пока-пока.